Здравствуйте, друзья! С вами Блеск, и прежде чем мы перейдем к основной теме, давайте немного о более насущном. Во-первых, по поводу микрофона. Открываю завесу тайны. Микрофон номер один это был новый микрофон-закосарь, микрофон номер два это палка. Все засрали, по большей части, первый микрофон-закосарь, но большинство комментариев говорили о том, что присутствует шипение. Хотя я и писал, чтобы на фоновый шум не обращали внимания. Это не вина микрофона, они оба шипят как суки, может из-за длины провода, может просто по качеству. Просто на новый надо было немного по-другому настроить шумоподавление, так что это мой косяк. В принципе мне палка тоже нравится, наверное больше, но я не могу сказать, что она однозначно лучше, и у того и у этого микрофона есть свои плюсы и минусы, которые в принципе друг друга, наверное, уравнивают. Я сейчас записываю на новый микрофон, теперь уже шумоподавление будет нормальное, к тому же я снял с него поролоновый поп-фильтр, может быть он еще звук говнит. Так что дайте ему второй шанс, сравните эту запись и какой-нибудь из предыдущих подкастов и напишите свой комментарий. Можете сразу это сделать, а то потом забудете. Ладно, это было первое, дальше второе по поводу всякой дресни на канале. Следующая фекализация сейчас на стадии задумки, так что будет она так или иначе не скоро. Но подобная дресня не особо много времени у меня отнимает, так что по сути на выход нормального видео она влиять не будет, по этому поводу не стоит беспокоиться. К тому же я сейчас ввязался в перевод одной хуйни, хотя там осталось не так много, скоро, наверное, закончу за эту неделю. Об этом тоже я больше расскажу позже и если успею, то будет маленький хэллоуинский спешл. В общем, ладно, вроде все обрисовал, что хотел, давайте к теме этого подкаста. Я давно хотел что-то подобное записать с самого разгара хайпа, но как-то все не хватало времени, потом вроде бы актуальность угасала, потом появлялся снова какой-нибудь инфоповод, но опять не хватало времени. Но руки наконец дошли, можно сказать, и будем считать, что инфоповод есть, не так давно это говно снова подешевело. Стоило оно то ли 800 долларов, то ли теперь 600, я не уверен, но это не так важно. Потому что для чистоты аргументов мы с вами представим, что говно это стоит не 800, не 300 долларов, а 30 долларов. И купить его можно в любом ближайшем магните, не надо ждать месяц из Штатов, не надо ничего заказывать. В принципе, мои аргументы будут такие же, как и у всех, так что если вы уже смотрели подобные изложения, то ничего нового вы не услышите, можете скипать. Итак, напоминаю, что очки VR стоят 30 долларов, что Oculus, что Vive, что PlayStation, что там еще есть. И мне кажется, даже при таких условиях эта хрень не взлетела бы, хотя в принципе уже можно сказать, что она не взлетела. Давайте разберемся почему. Во-первых, я часто вижу всяких апологетов этой хуйни, которые везде выскакивают и кукарекают про то, что... Ну ладно, грубо получилось, наверное. В общем, утверждают, что VR это будущее, за ним будущее, и в итоге все перейдут на VR. Итак, по поводу технологий будущего. А стереокартинка, это, по-моему, если я не ошибаюсь, технология еще из 19 века. Будущее, да, новая технология, ну вы поняли. А Motion Controls к ней привязанный, ну я не могу точно сказать, когда он появился, давайте будем считать, что с выхода Kinect, это то ли 12-й год, то ли хуй знает, но тоже уже определенное время прошло. Кто-то, может быть, скажет, что совокупность этих технологий дает нам из себя что-то новое. Ну что ж, хорошо, пускай это будет новая технология. Нужна ли нам такая технология? Все сходятся во мнении, даже большинство скептиков, что VR, как явление, это вещь такая эксклюзивная сама по себе, в том смысле, что приобщиться к ней не так просто. И дело тут даже не в цене и доступности, как я уже говорил, она стоит у нас 30 долларов, продается в любом супермаркете, в видео, неважно. Дело в том, что пользоваться ей можно только когда никого нет дома. То есть это сразу отсеивает 50% населения нормальных стран и 90% рашки. Почему? Ну вот представьте, приходит такая с работы ваша мамка или жена и видит вас вот с этой ебаной мандулой на ебальнике. Если у нее оставались какие-то последние капли уважения к вам, то в этот момент они улетучились. Окей, мы установили, что эту херню можно включать только когда мамка вышла в магазин на часок. Ну, ведь можно этот часок провести в несбываемом VR-мире. Но эта концепция на дел и играешь, она очень утопичная по своей сути. Вряд ли вы будете держать ее на готове и подключенной всегда, так что ее нужно будет достать с полки и откалибровать. Я даже не говорю сейчас про первый запуск. Ведь люди не клоны и физическое расположение глаз и зрение у всех разное. И вам каждый раз будет казаться, что чуть-чуть не так подстроено, а сделаю-ка я лучше, в следующий раз опять что-то будет не так. И пока вы будете с этой хренью возиться, мамка уже и домой придет с сумками. В-третьих, это неоспоримый вред здоровью. Кто говорит, что эта хрень не ссадит глаза, тому я лично готов ебалахаркнуть. У меня и от пяленья в обычный-то монитор глаза вытекают, а тут херня прямо у тебя перед ебальником. Вы скажете, что там оптика, да, но, во-первых, неизвестно какого качества, во-вторых, ее все равно невозможно идеально настроить. К тому же никто не отменял этот эффект тошноты, когда вам глаза сообщают, что вы движетесь, а вестибулярный аппарат сообщает, что нет. Ну ладно, мы определили, что все-таки VR можно достать раз в месяц, когда мамка ушла к подруге, и есть достаточно времени, чтобы попердолиться с ней и не быть спаленным. Но ведь играть-то и не во что. Во-первых, никто, конечно, не будет делать упор на игры для системы, которую люди будут доставать раз в месяц. Что там сейчас вышло? Пара технодемок до Resident Evil? Ну это ладно, скажете вы. Но ведь можно в старые вины пошпилить теперь с новыми охуительными ощущениями погружения. А вот хуй вам! Игорь, нет и не будет. У Роса Скотта довольно подробное исследование на эту тему, если понимаете английский, посмотрите его видео. Но если вкратце, то есть 3,5 сторонних программы, которые поддерживают 2,5 игры. У NVIDIA был какой-то проект по использованию VR для старых игр, но его просто свернули без объяснения причин. Ещё очень часто в зазывательных видео VR можно увидеть, как компания друзей, типа, купила один на всех шлем виртуальной реальности и сидят, играют по очереди, и как им весело. Нет, ребята, я не думаю, что это весело. Если кто примерно моего возраста, то, наверное, помнят, когда первые компы появлялись у друзей-одноклассников, и как все собирались, и он один играл, а все остальные смотрели. Я думаю, что здесь примерно то же самое будет. В общем, если подвести итог, главная мысль в том, что никакая хрень, которая стоит между вами и игрой, никогда не будет популярна. Вот эта формула, сел за комп, запустил игру и погнал, она... невозможно её превзойти. Функционально VR не даёт абсолютно ничего нового. Скорее даже отбирает, если это motion control. Клавиатура с мышью всегда будут удобнее. Так что тема VR чисто визуальная. А такое никогда особо не приживалось. Это, в принципе, то же самое, что было с 3D-телевизорами и всё... И всем таким подобным. Единственный вариант, который я вижу пропихнуть это дерьмо в массы, это точно так же, как с графоном и видеокартами. То есть, все игры делать исключительно под VR. Но на такие затратные экономические шаги вряд ли кто-нибудь сейчас готов пойти. Потому что в первые годы продаж это будет абсолютная потеря денег. При этом всём я не исключаю того, что VR это круто. Этого вау-эффекта я не отрицаю. Наверняка это впечатляюще выглядит первые разы. Потом, наверное, приедается. И утилитаризм, как обычно, берёт верх. Разумеется, это всё сейчас было про сидячий VR. Почему стоячий VR не взлетит, я даже говорить не буду. Настолько это очевидно. Ещё я часто слышу какие-то комментарии по поводу неигрового использования VR. Я не совсем понимаю, к чему это. Если имеются в виду всякие симуляторы, типа как у военных, лётчиков и т.п., то там есть тренажёры посерьёзнее, чем мандула наебала. Если имеется в виду порнография, старая добрая, то тут, конечно, тоже наверняка будет не слабый вау-эффект. Но в итоге всё то же самое, те же аргументы. Гораздо проще и быстрее зайти на какой-нибудь порнхаб и сделать своё дело, чем ебаться с подключением этой сране каждый раз. В общем, я уверен, что VR ждёт судьба всех подобных прокладок между вами и игрой вроде PowerGlava. Это круто выглядит, прикольно, но в формулу сел и погнал играть, не победить. А на сегодня у меня всё. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин